15 часов в Киеве. Мы продолжаем информационный день. Важные новости Украины и всего мира в нашем выпуске. Новости на UATV. В студии работает Артём Бибек. Украинская делегация вернулась на совещание ОБСЕ. Оно проходит в Варшаве. Накануне, во время обсуждения вопроса свободы слова, в знак протеста украинские дипломаты покинули зал заседаний, так как российские пропагандисты назвали аннексированный украинский Крым российским. Их выступления прервали модераторы. Киев поддержали представители США, Канады, Грузии и Швейцарии. Это спланированная акция. Я считаю, эти люди не скрываются. Они ходят группами. Представители «Раша Тудей», «Спутник», российской делегации. Мария Волконская, которая вчера выступала, называла Крым российским и говорила, что она якобы крымская журналистка, сегодня стояла передо мной с номером представителей российской делегации. Они приехали сюда организованной группой, чтобы на этой площадке распространять месседжи российской пропаганды. Часть представителей, особенно российской делегации, российских СМИ и подконтрольных в Москве крымских СМИ, пытаются донести пропагандистские месседжи и политизируют тему свободы слова и прав журналистов. Ежегодное совещание ОБСЕ по соблюдению права свобод человека стартовало 16 сентября. На протяжении двух недель в Варшаве будут обсуждать проблемы защиты прав человека, российскую оккупацию украинских территорий и нарушение Кремлем прав населения Крыма. Освобождение украинских заложников, отвод сил и ремонт моста в станице Луганской. Эти темы сегодня обсуждают в Минске, там заседает трехсторонняя контактная группа. Переправа через Северский Донец – единственный переход на линии разграничения. Разрушили мост боевики еще в 2015 году. О ремонте переправы должен был начаться еще в августе, но российские наемники затягивают этот процесс. На каком этапе он сейчас, узнавала корреспондентка ЮАИ-ТВ Анастасия Волкова. Украинская сторона устанавливает плиты для фундамента моста, работает техника. Свои защитные сооружения военные полностью разобрали. Обходной мост планируют запустить в эксплуатацию 11 октября, а завершить ремонт основного до 1 декабря. Это будет трехметровый мост, то полотно, по которому будут передвигаться люди. Он рассчитан на возможность проезда скорой помощи, а так в основном запланирован как пешеходный. Пока украинская сторона работает над строительством моста, боевики установили новый вагончик с российскими наемниками-наблюдателями. Их отделили в форму представителей совместного центра по контролю и координации разведения сил. Хотя Россия покинула эту организацию в 2017 году. Пункт пропуска в станице Луганской – единственный переход через линию разграничения в Луганской области. Ежедневно его преодолевают в обе стороны 10-11 тысяч людей. Очень трудно преодолевать такое препятствие на пути к нашей родной стране. Хочется, чтобы оно ровненько было и вперед, и чтобы без очередей. Ну, легче нам будет подниматься, легче на здоровье будет. Так что, очень жмем. Уже неделю на мосту с украинской стороны дежурят социальные работники. Помогает перейти его тем, кто в этом нуждается. Помогаем пожилым людям преодолеть вот этот вот мост, переводим на ту сторону, помогаем перенести им сумочки. Очень благодарна за помощь, потому что не каждый окликнется. А тут я даже не просила, предложили, девушка, давайте сумочку возьмем. Я говорю, большое спасибо. Ремонт никак не отразился на графике работы пункта пропуска. Мы работаем в штатном режиме по полному графику осеннего режима функционирования КПВВ. То есть, мы начинаем работу в 7.30, а заканчиваем в 18.00. В рамках ремонта моста привели в порядок и дорогу. Со дня на день на асфальт нанесут разметку и поделят на проезжую часть и тротуар. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, ЮЭй-ТВ. Нагрузку на Высший антикоррупционный суд уменьшила Верховная Рада. Приняла соответствующие изменения в законной. Теперь вместо 3,5 тысяч дел, касавшихся коррупции чиновников, Высший антикоррупционный суд будет рассматривать только производства, начатые НАБУ и САП. Они касаются коррупции в высших эшелонах власти. Если размер неправомерной выгоды в 500 раз превысил прожиточный минимум, это около 38 тысяч долларов. Сейчас начато около 200 подобных производств. Этот законопроект разрешит антикоррупционному суду сфокусироваться исключительно на делах высокопоставленной коррупции. Без этого законопроекта антикоррупционный суд будет заблокирован тысячами, я подчеркиваю, тысячами мелких дел. И люди просто не получат справедливости, которую они ждут больше пяти лет. Развитие украинского кино и его успех у иностранного зрителя. Новые рынки продаж видеопродукции – одна из тем, которые обсуждают на самом крупном медиафоруме Центральной и Восточной Европы «Киевмедиавик». Он идет третий день. Об участниках и программе форума расспрошу у корреспондентки ЮАйТВ Любови Задорожной. Коллега, добрый день. Тебе слово. Здравствуй, Артем. Действительно обсуждали сегодня сферу кино и, в принципе, узнаваемость Украины на кинорынке. Для начала говорили о том, что Украина, конечно, выгодна для иностранных продакшенов, тем, что она имеет локации, которые выгодны в первую очередь по цене. И также они часто бывают уникальными. То есть в Европе другие такие найти практически невозможно. Поэтому уже знают кинопродакшены из других стран, приезжают сюда снимать клипы, рекламу, а также кино. Также Украина сейчас сильна в сфере визуальных эффектов. Здесь показали шоурил, как Украина умеет делать визуальные эффекты уже. Также много китайских компаний работают сейчас с Украиной. И, в принципе, Украина готовится к тесному сотрудничеству с Китаем. В сфере копродукции кино сейчас готовятся договоры копродукции между Украиной и Китаем. Такой, я напомню, уже подписан у Украины с Канадой. Также, что касается украинских продуктов, назвали такие примеры, как мультфильм «Украденная принцесса». Который продали на 60 аудиторий практически везде. Он был успешным. Также есть кейс продажи украинского сериала на Netflix. Об успехах украинского кино на фестивалях я предлагаю послушать. Украинские фильмы уверенно шагают фестивалями. Вот, например, несколько примеров. Две недели назад фильм «Атлантида» Валентина Весиновича выиграл приз в Венеции. Донбасс Сергея Лозницы в Каннах, племя Мирослава Слабошпицкого, вулкан Романа Бондарчука и так далее. Что касается кино, обсудили сегодня на «Киевмедиавит» также индустриальный подход, как залог прибыльности в украинском кино. Обсудили касательно телевидения, новое и лучшее шоу для детей. Вот, обсудили прорыв украинский в киноиндустрии. Также сегодня ожидается обсуждение документалистики на ТВ и анимацию в Украине. Так проходит третий день «Киевмедиавит». Артем, я возвращаю тебе слово. Спасибо тебе, Любовь Задорожная, на связи со студией. А мы переходим от медиа к книжному форуму. Бук-форум начался во Львове, детали у Юлии били. Коллега, как в этом году будет проходить мероприятие и какие новинки ожидают читателей? Здравствуйте, Артем. Самое ожидаемое событие осени – книжный форум. Стартовал сегодня во Дворце искусств. Это 26-й литературный фестиваль. События будут происходить на 40 разных локациях. На книгаманов ждет более 800 разных событий. Это лекции, мастер-классы, дискуссии и также книжная ярмарка. В этом году сюда приехали представить свои новинки писатели из разных уголков мира. С Армении, Индии, Великой Британии и еще 30 других стран. Фокусной темой 26-го книжного фестиваля станет «Отыскание причастного». Здесь также впервые откроется военная палатка, где участники боевых действий на Донбассе будут презентовать свои книги. Также в этом году форум станет более доступным для людей с инвалидностью. Среди новинок будут также книги Шрифтам Браэля. Кроме того, будут переведены на жестовый язык некоторые лекции и презентации книг. Букфорум объявил также о благотворительном марафоне для детей-сирот. Для того, чтобы принять участие в нем, нужно сфотографироваться с книгой и также выложить это фото в соцсети. За каждое фото организаторы будут дарить одну книгу в приют. Эти 14 событий незрячие люди выбрали себе сами. Для нас это очень ценно, потому что мы идем навстречу им. И мы даем им возможность услышать то, что незрячим нравится. Во Львов на Букфорум каждый год приезжают сотни тысяч посетителей, которые возвращаются домой с переполненными чемоданами, новыми книгами и пустыми бумажниками, но зато везут домой яркие эмоции и воспоминания. С некоторыми из них мы также пообщались, и я предлагаю послушать прямую речь. Решил пройтись, купить много книг. Что-то интересное узнать. Пожалуй, куплю больше книг, чтобы оставить на потом. Специально приехал из Киева. Букфорум будет действовать до 22 сентября. И как раз в последний день форума запланирована одна из самых интересных, интересных событий, здесь состоится встреча с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Перед памятником Ивана Франко он лично будет знакомить читателей со своим автобиографическим сборником «Прозы маркетер». Об этом событии мы сообщим вам в выпуске новостей уже это в воскресенье. А пока это у меня вся информация. Артем, передаю тебе слово. Спасибо тебе, Юлия Биль со Львова, где сегодня открылся книжный форум в его рамках. И Олег Сенцов будет читать автобиографическое произведение. Это все, что успеваем рассказать. На эту минуту больше актуальной информации об Украине и всем мире ищите на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Следующий выпуск новостей с моей коллегой Дарьей Вершилинко. Смотрите в 17.00. Спасибо, что вам интересна Украина. Спасибо, что доверяете UATV. Субтитры подогнал «Симон»